Всем привет, мои хорошие! С вами Си Лена Свей. Вы долго ждали этого видео, ну хотя не долго, о телефоне, который я купила. Из названия вы уже, наверное, поняли, что мой новый телефон это деньги на ветер. Ну, я сейчас объясню, почему это деньги на ветер для меня. Я не знаю, кто понял, не понял, наверное, уже поняли и по обложке, и по всему. Я купила новый телефон Huawei P40 Pro. Почему купила именно этот телефон? До этого у меня был телефон Huawei P20 Pro. В принципе, всем этот телефон меня устраивал, и до сих пор он снимал на свою заднюю камеру прекрасные фотографии, которые делал мне мой малыш, и вы могли это видеть в моем инстаграме, очень много красивых фотографий. У меня разбилась моя камера, на которой я снимаю влоги. Это экшн-камера, вот такая маленькая, с ней очень удобно ходить. И, соответственно, снимать видео на камеру телефона P20 Pro было не очень хорошей идеей. Я понимала, что мне камеру будут чинить, наверное, довольно-таки долго, а телефон я уже давно хотела поменять, в частности, из-за фронтальной камеры, потому что именно фронтальная камера выдавала не очень хорошее качество. Задняя камера еще более-менее, особенно фотографии, то есть вообще тут нет, но задняя камера телефона P20 Pro Huawei, она все время скакала светом. Я не знаю, может быть, там нужно было настройки еще выставить какие-то, но что бы я не выставляла, она все время скакала светом. То есть я вот так вот снимаю, да, и попадаю на какой-то темный участок, там все засветляется на какой-то светлый, все затемняется, да, или наоборот, не помню. Но это вы тоже могли видеть в моих видео, например, вторую часть видео, где мы с Кристиной покупки делали на деньги подписчицы, да, вот как раз-таки вторая часть была снята на мой телефон. И оно как-то и желтит, и очень много чего, неприятных эффектов каких-то делает, поэтому, в принципе, так как я веду Инстаграм, я давно хотела себе телефон с хорошей камерой со всем на свете. Мне нравится Android изначально, да, потому что очень удобно фотографии перекидывать, как-то, не знаю, коннект с компьютером и так далее. Что не скажешь об айфоне, у меня когда-то последний телефон айфон, который у меня был, это был 5S айфон. В принципе, была нормальная камера, он был маленький, удобненький, но как бы время растет, и камера улучшается все, да. И P20 Pro я взяла в тот момент, когда в рейтинге по какому-то радио я услышала, что Huawei P20 Pro это телефон номер один на сегодняшний день по характеристикам камеры и так далее. А на втором месте был айфон новый. Вы представляете? Я думаю, вау, я пойду себе и возьму номер один телефон, крутой. И тогда я его купила за 40 тысяч. Прошло время, я понимаю, что, опять же, все не стоит на месте, нужно брать телефон. И, конечно же, логично, потому что я работала с этим телефоном, Huawei, мне все нравится, и только камера надо лучше, соответственно, нужно взять последнюю модель Huawei. Я выбирала, конечно же, Huawei, у меня были предпочтения. Потом я думала, может быть, взять айфон. Если брать айфон, то я рассматривала айфон 11 Pro, который был с тремя камерами. Не с двумя камерами, а с тремя камерами. То есть он по цене, то есть цена-качество, да, хорош был. И многие игроманы, и вот у кого я спрашивала, многие говорят, что камера особо не отличается. Я увидела так, она отличается, может, чуточку, вообще незаметно для глаза. Камера очень хорошая в 11 Pro, и процессор намного лучше. Очень многие об этом говорили. Ну и дизайн многим почему-то нравится 11 Pro. Хотя мне, честно говоря, дизайн понравился больше 12 Pro. Более такой он уже плоский, более такой красивенький. Но айфон, это аппстор, это совсем другой интерфейс. Это, я помню, эти проблемы с коннектом, с компьютером, потому что у меня не Mac, да, а Windows. И вот чё-то там всё время были какие-то сложности. И до сих пор даже у кого есть айфоны, да, когда начинается какая-то передача данных через какие-то приложения или ещё что-то, в айфоне всё время какая-то вот с этим делом проблема. Вот, я просто это помню. Может быть, сейчас изменилась ситуация, да, и намного всё проще. Понятно, что есть iCloud, да, ты его там скачиваешь, всё передаёшь, но я помню, что у меня геморрой с iCloud этим был. Постоянный какой-то там геморрой. И, короче, я помню просто все эти проблемы, и до сих пор вижу, как у меня кто-то, сталкивается с этими проблемами, поэтому айфон у меня был где-то на последнем месте. Это уж если я ничего не выберу, да, то за неимением ничего будем брать айфон. С другой стороны, я думала, что осенью выйдет новый айфон, а вдруг он выйдет какой-то суперклассный, а у меня какая-то суперстарая модель айфона. Тоже вот это не очень хорошая тема, да. Поэтому я думаю, может дождаться осени. А ждать-то я не могу. Телефон-то мне нужно взять сейчас. Ну и Samsung S20 или S21 какая-то последняя модель есть там. Но Samsung почему-то за все это время как-то себя зарекомендовали в моей голове и вообще не очень хорошо. Может быть, они только берешь новые, они прям классные, а потом что-то они то ли ухудшаются, то ли что. У них постоянно тормозит процессор. Вот сколько последней модели какие-то, да, или вот просто новенькие. Брали у меня родственники, мои друзья. Я постоянно беру этот телефон в руки, и я думаю, о нет, только не Samsung, только не Samsung. Вот за последнее время уже выработалось такое мнение о Samsung. Поэтому последний Samsung я посмотрела, полистала. Вроде он такой быстрый, камера вроде хорошая, такая же, как на Huawei P40 Pro, да. Но вот как бы вот это впечатление осталось, и как-то Samsung вообще был на 10 месте. Уж лучше iPhone, чем Samsung. Ну и в общем, выбирала, да я выбирала. Зашла я в магазин. И в общем, парень мне начал рассказывать. Вот, Huawei P40 Pro, это супер камера, это там вообще-то лучше iPhone, это лучше всего на свете. И цена, девочки, этот телефон стоит больше 60 тысяч на всех практически сайтах, в других магазинах, там, Eldorado, DNS, там, и так далее. 63 тысячи, 69 тысяч у Eldorado вот он стоил, да. А в том магазине, в котором я была, он стоил всего 52 тысячи 990. То есть 53 тысячи. Он был последний. Вот я его с витрины забрала. Хотя у них была акция. То есть они, наверное, распродавали какие-то, которые вот остались, да. И они их уже распродавали. Но это супер цена, вы понимаете? Супер классная цена, там, на 10 тысяч просто дешевле, чем в других магазинах. И он так его расписал. И я думаю, ну, у меня был Huawei, но я возьму. Какой момент важный? Здесь нет Google Play. Google Play расторг договор с Huawei. И теперь на вот этих вот всех андроидах Huawei, у них есть свой какой-то App Gallery. Но на нем вообще ничего практически нету. Из тех приложений, которые нужны. Поэтому я скачала сторонний Google Play сторонний, да. Называется Апокапур. То есть где много приложений можно скачивать. Практически все приложения я нашла в этом Апокапур. Но так и не нашла, например, определенный банк, который мне нужен. Так этого приложения и нет. Все остальные банки вроде нашлись и скачались. В общем, с этим моментом, конечно, был очень большой геморрой. Если бы не мой муж, который разбирается просто во всех этих вещах, он мне подсказал вот это приложение, в котором можно скачать, да, еще какие-то моменты. В общем, более-менее разобрались, перенесли все эти данные. Но я, честно говоря, без него бы не разобралась. Это мне нужно было бы платить, наверное, деньги посторонним людям, чтобы они мне как-то помогли. Ну, кстати, хорошая новость. Одна из моих подписчиц, она догадалась, что у меня Huawei P40 Pro, у нее Huawei P40 Pro, и она работает в одном из магазинов в Ростове. Говорит, приходи, у меня такой же телефон, я тебе помогу. Ну, короче, сделаю там все, будет чики-пуки. Вот, но я, наверное, к ней приеду, она не так далеко работает. И еще по поводу приложений, да, с каких-то вот сторонних вот таких вот сайтов скачивать, это тоже не совсем безопасно может быть. Вот, поэтому в этом смысле я была недовольна. Ну да ладно, скачали мы все приложения, все работает, все зашибенно, камера меня все равно не устраивает. И делаю я такой вывод, что какая бы камера ни была на телефоне, я имею в виду с характеристиками просто супер-пуперскими, даже лучше, чем у айфона, понимаете? Айфон это у нас знак качества. И потом заведомо и звук хороший, звуковуха, и камера хорошая, но типа характеристики там могут быть меньше, например, да, в каком-то. Ну и цены, конечно, там тоже космос. Но я поняла, что характеристики могут быть высокие у камеры и даже лучше, чем у айфона, но по факту айфон выдает лучше картинку, лучше видео и фронтальной камеры, и задней камеры. Айфон. Я дальше скажу, какие выводы, и давайте я вам сейчас скажу, что мне входило в комплект. Вот такая коробочка Huawei, я не знаю, видно вам, не видно. В комплект входила зарядка, мне очень нравятся, кстати, у них зарядки тем, что они очень быстро заряжают, реально полчаса там полежал телефон на зарядке, и он уже полностью заряжен. Также в комплект входят наушники, наушники с переходником, да, я так понимаю. А, нет, здесь наушники, а, здесь наушники со входом их нормально, тут микрофон и наушники. Видите, я даже не разбирала, хотела поменять телефон, сейчас скажу на что. Вот, короче, такие наушники проводные, но у меня вообще беспроводные, я пользуюсь, да. Ну и все, инструкция, гарантийный талон. Все, ну и тут палочка, которой вытаскиваем мы все эти симки наши и так далее. Ой, совсем забыла сказать, здесь еще в комплекте был силиконовый вот такой вот чехол. Это вообще на самом деле круто, я как только взяла, сразу одела чехол и все. Здесь есть распознавание, кстати, лица, у меня оно включено. Опа, видите, и все. Также можно и, вот, сразу видите, отпечаток пальца появляется. В общем, здесь у нас две камеры вот такие вот. Здесь у нас очень много всяких камер, но вы поняли, суть не меняется. Вставляется там одна симка или, я не знаю, может быть, две симки тут, но я даже не разбиралась. Одна симка точно там написано было для сим, а с другой стороны типа карту можно вставить. Но бывает, вместо карты можно вставить сим-карту, поэтому, не знаю, я пользуюсь одним телефоном, мне не нужно много. Хотела сдать этот телефон? Хотела сдать и поменять на айфон или на самсунг? На самсунг, только потому, что я думаю, что самсунг не хуже хуавея, хотя, вот сейчас говорю и сомневаюсь, потому что, опять, не очень хорошее впечатление за последнее время. Ну, там есть гугл плей, это уже, блин, облегчивает жизнь, это раз. И либо айфон, либо айфон, но в том магазине не было айфонов 11 про, это раз, а во-вторых, они мне сказали, это сложная техника, она обмену возврату не подлежит. Хотя я как-то брала телефон, что-то меня там не устроило, я пришла в магазин, я не помню, это, по-моему, был M-Video, и мне поменяли телефон. Он посмотрел, всё, он говорит, да, я вижу, здесь ничего нет, я только буквально там вчера-позавчера брала телефон, и он мне поменял на более хорошую модель. Я помню, что я взяла что-то попроще, а потом поменяла на более хорошую модель, не помню, что конкретно, но это было. А тут мне отказали, хотя были очень любезными, и, пожалуйста, вам чай, и то, и всё, как бы, технопарк, в технопарке я брала, да, и то, и всё, и такие доброжелательные. Потом я когда пришла домой, мне пришла смска, я ваш менеджер, там, траля-ля-ля-ля, обращайтесь по любым вопросам. Я к нему обратилась, объяснила всю мою ситуацию, кучу-кучу косяков, нервов своих за эти вот два дня, которые были, или не два даже, ну, буквально там один день. Вот, на что он мне кучу своих доводов всяких разных, я поняла, что это человек из разряда того, который уже не вернёт мне ничего и не посодействует этому никак. Вот, ну и потом в итоге я спрошу у начальства, он спросил, и, в общем, выдали мне, что менять они не будут. Поэтому я остаюсь со своим телефоном и буду искать в нём плюсики. Какие планы у меня на следующее, да, и кто, если что-то думает брать телефон? Короче, если не хотите заморачиваться и геморроя, то тогда выбирайте те андроиды, хорошие какие-то, да, андроиды. Я думаю, в Самсунге, может быть, они и начали уже делать более хорошие, качественные модели телефона. Вот кто, у кого есть Самсунг, пожалуйста, вот скажите. Мне что не нравилось в Самсунгах, у них камера, в принципе, терпимая, даже на старых моделях каких-то была, у меня брат фотографировал, вроде бы, вроде бы не чёток. Ну, короче, может быть, не хуже, да, чем Хуавей, вот так. Мне не нравилось, что у них со временем вот сама работа, процесс, всё какое-то тормозное, оно как будто тормозит. Может быть, поначалу оно такое, хотя не, поначалу, оно даже поначалу такое было. У меня родственники купили телефон, я говорю, да, я посмотрю, вот я начинаю листать, я думаю и руками работаю быстрее, чем думает работать телефон. И это вообще накаляло меня страшно, поэтому Самсунги мне не нравились. Скажите, как в новых, если есть у вас новые, да, там какие-то. Вот, просто ищите модели, где есть Google Play, это вам намного упростит задачу. Если у вас нет задачи суперкамеру какую-то, особенно видеокамеру, особенно фронтальную камеру, да, то, в принципе, и более младшие модели прекрасные, вот, Huawei P20 Pro, в принципе, прекрасные фотографии на заднюю камеру, вот, на вот эту. Прекрасные фотографии. Вот. Этим, может, чуть-чуть получше, как бы, да, но если человек, там, не фотографируется, там, суперпрофессионально, и это не его работа, может быть, ему это не обязательно. И я жду выхода нового айфона. Я жду выход нового айфона, я посмотрю отзывы, что да как, спешить не буду, потому что у меня есть телефон теперь, да, который нужно искать плюсы. Я буду искать отзывы об этом, да, что и как, может быть, дизайн изменится, да, какой-то, может быть, там еще лучше будет камера, так это же еще лучше, да, для меня. И, возможно, я либо возьму новый айфон, а этот, ну, буду думать. Ну, деньги на ветер, понимаете, то есть, вот, кому-то отдам, может быть, продам, добавлю к айфону, посмотрим. Потому что я не очень люблю, у меня все телефоны, девочки, которые у меня были когда-то, с четвертого айфона, вот, с четвертого айфона, у меня все телефоны, какого с четвертого? У меня даже еще раскладушка вот эта вот есть, Nokia, все телефоны у меня дома. Nokia раскладушка, четвертый айфон, 5s айфон, Samsung, который я брала, HTC у меня, Huawei Nova у меня, вот этот вот Pro, который, да, у меня, вот теперь по 40, как, еще какой-то телефон, айфон, айпад у меня, уже не пользуюсь, у меня там, не знаю, телефоны продавать можно. Не знаю, потому что я не люблю продавать телефоны, вот не люблю вообще что-то продавать, особенно такое дорогостоящее, как бы за копейки уж совсем не продашь, да, а... Ну, вы поняли, и, короче, либо я возьму новый айфон, если он реально крутой и достойный будет этих денег, понятно, что мы за айфон переплачиваем, они очень дорогие, даже сейчас 12, мне еще память же нужна большая, вот 12 Pro с памятью 256 гигов стоит 109 тысяч, 110 почти, а 128 гигов стоит 100, представьте, в шоке я. Вот, и если меня не устроит новый айфон, и мне он покажется какой-то, что-то не то, или там не стоит этих денег таких дорогих, понятно, что он только выйдет, будет еще дороже стоить, либо я возьму 12, 12 Pro, возможно, он будет чуть-чуть дешевле стоить, когда выйдет новый. Такие у меня планы. И муж мне говорит, уже давно пора взять айфон, тем более у тебя инстаграм, да, и как бы фронтальная камера там лучше. Поэтому сейчас я снимаю на этот телефон, задняя камера отлично снимаю, видео тоже, да, звук немножечко как в бочку, вот очень хорошая звуковуха в айфонах, это правда, и диктофон отлично записывает, и видео офигенно записывает, так что вот для этого, да, айфон хорош. Здесь же все-таки даже в новом вот этом вот телефоне все равно как будто ты немного в бочку говоришь, либо какие-то частоты высокие очень. И я то, бывает, пою в машине, там сториз записываю, то это... И на самом деле, да, девочки, многие угадали, что у меня не айфон. Именно по фронтальной камере многие сказали, что да, это не айфон. И когда во влоге я сказала, что я держу интригу, я вам расскажу, какой у меня телефон, все-таки, да, многие написали, это не айфон, это 100% андроид. Вот вы понимаете, насколько видна и очевидна разница. Хотя, честно говоря, я смотрю, я знаю, у кого айфоны, кто снимает на айфоны, сторизы и так далее. На тот же 11-й Pro я вижу, что там, ну, не идеально вот так, чтобы прям, да, что мы ждем прям идеально. Но вот как-то лучше. Здесь на камере какое-то торможение некоторое идет. Знаете, вот когда ты держишь, какие-то скачки все-таки видны, да, какое-то такое непонятно, хотя здесь стабилизация хорошая, можно прыгать вроде бы как и снимает тоже, не трясучка, да. А вот, а в какие-то моменты, вот ты вот как бы ведешь, и оно как бы, ты как бы видишь вот движение этой камеры какое-то, оно негладкое. Вот что-то типа того. В общем, ладно, терпим этот телефон. Уже скоро мне должны дать мою камеру, экшн-камеру. Влоги опять будут в нормальном, хорошем качестве, потому что ни один телефон не сравнится с моей экшн-камерой Sony 4K. Вот, это хорошая камера. Я надеюсь, что сегодня, завтра мне позвонят, ее отдадут в целости, сохранности и в здравии. Тогда этот телефон у меня будет только для Инстаграма, либо для замены и подснять что-то на вот эту как раз-таки камеру. Нормально будет. Вот, ну а сторисы потерпим пока, не идеальные. А потом я вам обещаю, у меня будет айфон. Ну, не зарекаюсь, но так думаю. Вот такие планы. В общем, пишите свои комментарии, пишите, кто все-таки догадался, что это не айфон. И пишите обязательно, у вас таких много, я знаю, пишите обязательно те, кто думал, надеялся, что это айфон. Вот. Все, мои хорошие. Я вас люблю, целую. Пожалуйста, учтите мой опыт вот такой вот, да, и не выкидывайте деньги на ветер. Деньги на ветер, потому что если бы я сейчас к этим 50 тысячам добавила хотя бы те же, я не знаю, 25 или 20 там, и взяла Samsung, уже, наверное, было бы лучше, потому что я поменяла бы его на Samsung, серьезно вам говорю. Просто потому что здесь даже очень много приложений, которые Google Play-овские, я ими пользуюсь. Поисковая Google Play, YouTube, это Google Play, еще там что-то, это все Google Play, да, там, и оно не поддерживается и просто не устанавливается, понимаете, ко мне. И мне нужно через три АА колена сделать все это дело с помощью каких-то людей еще, понимаете, дополнительных. Поэтому это не очень удобно. Либо если бы я доложила те же 50-60 тысяч и взяла бы айфон 12, да, это уже могли бы быть деньги не на ветер, потому что качество все равно бы там было лучше, я бы еще им долго пользовалась. Но, опять же, я не готова была отдавать эти большие деньги, именно потому что вдруг бы вышел новый такой офигенный, а я купила предыдущий. Вот такая вот ерунда. Вот так мне было тяжело. В общем, делайте выводы из моего опыта и не кидайте деньги на ветер. Делайте разумные покупки, взвешивая все за и против. Кстати, кто собирается купить телефон, и что, и как у вас, какие планы, что после моего видео будете брать, изменилось ли что-то у вас, мне будет очень интересно. Все, жду ваши комментарии, лайки, подписочка, впереди много интересного. Я вас люблю, целую, обязательно подписывайтесь на мой канал. Целую, люблю, прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Пока-пока.